Здравствуйте! Моя звать Барат. О, нравится. Рудфорн Рейн. Итак, давайте посмотрим, что же из себя представляет новый айфон 4. До этого все айфоны были в основном похожи друг на друга внешне. Практически один в один. Но дизайн был удачный, поэтому он катил. Ну и на протяжении трех лет. В общем, клонировали тупо. Изменялись лишь аппаратная начинка, там, процессор помощнее ставили. В общем, айфон всегда славился своим быстродействием. Новый же решили слегка изменить дизайн. Сделали его побольше кирпичом. Раньше он был такой размазанный. Сейчас же боковины он стал чрезмерно напоминать Nokia N81. Была такая моделька. Вообще, материалы они сделали хорошие. То есть, это окантовка металлом и стекло сзади, спереди. При этом у него размеры все лучше и лучше становятся. Толщина уже 9 миллиметров. Скоро, глядишь, 5 будет. Вес 137 грамм, достаточно не тяжелый. Ну и нелегкий. Это на самом деле хорошо. Куда легкий, не ощущается вес. Как-то хреново на самом деле. Лучше, чтобы какая-то тяжесть была. Дальше прот. Захерачили туда 1 гиг. Ну и стандартный прот. Сейчас его взяли моду во все новые топовые модельки различных фирм устанавливать. Там самсунги всякие, HTC и так далее. Память и рам 512 метров. Изменилась камера. Она стала 5-мегапиксельной. До этого была трешка. Вспышка появилась. Может, правда, она и была. Он научился записывать видео в HD. 1280 на 720, 30 кадров у 3GS. 640 на 480 было. Это, в общем, очень хорошо. Первый iPhone он вообще не мог, по-моему, вообще видео писать. Дальше потом хреново. В 3GS начался от 640 на 480, а тут уже HD. То есть это очень нормально. Все-таки не хотелось бы, чтобы хотя бы по какому-то показателю iPhone сливал. Тут он практически по всем в топах находится. Так, дальше, что у нас интересного. Экранчик. Ну, 3,5 дюйма. Такой нормальный, компромиссный, достаточно немаленький, небольшой. Разрешение у него 960 на 640. То есть такое достаточно адское уже разрешение, учитывая его размер. Там уже точку, наверное, под лупой придется разглядеть. Соответственно, мультитач. Но он и первый был мультитач. Тип экрана какой-то цветной, S-IPS, экран сенсорный. В общем, в принципе, на самом деле, от предыдущего iPhone отличия, конечно, есть, но никаких принципиальных. Практически то же самое, но в новой, скажем так, обертке. Зато цены просто мамы не горюй. Сейчас продают 1632 версии. Причем 32 гигабайта, судя по Яндексу, дешевле. Обходится. Но это рынок, потому что совершенно не утрясся. Никаких массовых поставок нет. Кто-то поехал, привез, кто-то там 5 штук привез, кто-то одну. Кто-то там небольшую партию, не знаю, 10 штук, там, не больше, там, не знаю, их продают, наверное, 10 в одни руки. Поэтому цены пока что просто адские. Они совершенно не соответствуют этому продукту. Таким, какой он есть. То есть даже за 30 тысяч покупать, ну, этот iPhone, ну, такого бабла просто тупо не стоит. Только для каких-то мега-мега фанатов. Причем я не понимаю, если уже есть какой-нибудь 3GS, его не вижу совершенно никакого смысла менять на этот. Разве что потом, может быть, когда там цены вот трясутся, там, тысяч за 20 еще можно купить. И всякие сейчас Samsung Wave типа можно вообще, ну, серый за 11 тысяч купить, а этот iPhone тоже будет серый за те самые 30, ну, это минимум 30 тысяч. В начале продаж вообще там были предложения по 90, 100 тысяч, ну, это полный бред. Я не знаю, хотя бы одну модельку продали за такие деньги, потому что те, у кого есть такие деньги, я не думаю, что они пользуются iPhone, они, скорее всего, купят себе какой-нибудь там верту или что там можно купить, тысяч за 5 баксов, ну, или подороже, не суть. Вот. Вот, аудитория этого телефона, фактически, это прежде всего молодежь. Ты, я бы даже сказал, только молодежь, потому что он, как бы, это такая модная гламурная штучка. Вот. Она, как бы, дает тебе баллов, скажем так. Раз, так достал iPhone, все крутой. Но это, в основном, основная аудитория, прежде всего, девушки, куда не плюнь, если посмотреть, в основном iPhone'ами пользуются девушки, соответственно, достаточно небольшого возраста. Вот. И, конечно, какие-то нормальные деньги отвалить за этот iPhone, сложно сказать, кто это отваливает. Я бы вообще ни за что бы не стал отваливать. То есть, считая максимальную его стоимость, это 25 тысяч рублей. И то, лично я бы не купил бы с такие деньги. Но это, пожалуй, более-менее адекватная стоимость, 25 тысяч для этого телефона. Более-менее. Потому что тот же Wave, у которого супер AMOLED-экран, поменьше, правда, диагональ, но это не суть. То есть, тот же процессор, столько же памяти оперативной, стоит от 11 тысяч. Это, сами понимаете, что такое. И у HTC сейчас новая моделька HD3 не вышла пока, поэтому он пока что в догоняющих. HD2 все-таки проигрывает по некоторым показателям. Дальше у нас есть какая-нибудь Sony Ericsson Xperia. Она тоже достаточно непонятная, мутная, ни о чем, в общем-то. Вот. У Nokia вообще ничего нормального нет. Есть Canon 900. Но это кирпичок такой, который, не знаю, кто захочет покупать. В общем, Nokia сейчас совершенно не конкурент. Nokia N8, который вроде только выйдет, тоже, в общем-то, совершенно ни о чем. Телефончик. В общем, массовая истерия по поводу выхода этого телефона совершенно, на самом деле, непонятна. Я вот не вижу принципиальных каких-то отличий. Ну, обновили и что. До этого они там постоянно обновляли свои плееры, iPod'ы каждый год. И что такого там, как обычно, чуть больше памяти, чуть лучше экран, камера там. Ничего, в общем, особенного совершенно нет. Поэтому, чисто просто сейчас идет еще бренд Apple, такой мегабренд, хотя он все больше и больше становится ширпотребом, потому что они, они, конечно, молодцы, они нарастили все свои темпы производства и стали очень много чего продавать. Но, в итоге, это ведет только к одному. Apple становится ширпотребом. Никакой не элитной марки, как какая-нибудь там BMW, Mercedes, к примеру, в мире автомобилей. Это уже становится тупо ширпотребом. Тот же HTC, у него существенно меньше продажи, хотя они тоже стараются нарастить и так далее. Поэтому даже HTC является более таким оригинальным, что ли. Новый дизайн iPhone'а все-таки, я считаю, стал менее оригинальным. Ну, за три года тот приялся, нового ничего не родили. То, что предложили, это, честно говоря, в общем-то, ни о чем. В общем, если у вас уже есть iPhone 3GS, то в сторону этого, я думаю, вообще не стоит смотреть. А если вы хотите iPhone и новый, то, я думаю, стоит подождать, пока он за двадцатку будет отдаваться. Только-то брать. Или вообще взять БУ. Но на БУ еще не скоро цены упадут, поэтому вот так вот.